Привет! Заехали мы в такое городишко, называется Тайтусвель. На Волмарте такой странный флаг Болтается, просто как пират. Рядом с мысом канаверов. Куда я хочу доехать, хотим посмотреть морских коровок. Так вот, город этот, Тайтусвель, основан как? В основном с целью проживания пенсионеров, страшно сказать, в 2008 году. Но та же здесь Волмар уже работает по последнему слову техники. Значит, на телегах вот такие штуки. Берешь стаканчик и вот такая древедня. А здесь выбираешь себе один вот такой аппарат, который вставляешь в гнездо и поехал. В момент, когда ты покупаешь что-то, ты тут сканируешь. А на кассе просто эту информацию уже сливаешь непосредственно в кассу и не тратишь много времени для того, чтобы оплачивать покупки. Сейчас вам покажу. Направляем на штрих-код. Все, вот банану над маффин добавлю. Очень не вижу, наверное, может быть плохо слышно. Приехали посмотреть морских коровок. Монати здесь называется, да. А здесь вон енот брови. Вот здесь они должны плавать. Вот что-то здесь написано, что нельзя рыбачить. Один рыбачит, блин. Другой рыбачит. Там он на другой стороне. Вообще их в сетку забрасывает. Здесь написано, вот, no fishing. Коровки что-то даже не пукают. А, вон, по-моему, что-то. Вик, вон он. Вот только что спина всплывала вот там. Вот, 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 видишь, вот он. Вот и коровка. Вот, 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 вот. А чем они питаются? Алеша, чем они питаются? Травку жалу. На кэшку. дыхнуть ты должна еще одна туша здесь появилась и вот рядом лишь светло еще нет вот видишь темная не хвост это жопа вот здесь канальчик через него идет мостик металлический разладный здесь что только не плавает сегодня суббота полно полно ребят кто плавает на вот видишь в этом светлый хвост говорю что вот это одна здесь старая так вот народ здесь оттягивается вон напротив чувак тоже сидит рыбу ловит непосредственно у моста тоже сетку забрасываем вон еще совсем светло не знаю конечно как будет на экране это видно а а а а Играет музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот тут Мы смотрим на коровок Так вот тут выглядит интересно Обустроен нормальный паркинг И такой вот бетонный мостик Не знаю, набережная Здесь немножко Об истории Здесь температура показывает Это температура воды причем, да? Приехали в другую сторону канала Здесь такой дикий пляжик Или как это можно назвать? Не знаю Дикий Сход на берег Здесь прям Какой-то журавлик Что-то совалось Человек не стесняется Даже на этой барже Типа катамаран Я вам в этом видео про магазин показывал Такие, где параллельно расположены Просто такие две цистерны алюминиевые Вот он не боится Вот как и океан идет Сейчас такой Это вот выход С этого Канала Здесь очень много Рыбаков Здесь вот какие-то путешествия Там какой-то Маклуртон Где-нибудь Что-то питья наша Не знаю Дабор уходит В небо Вон ребенок бегает На рыбку Таскает Вот так Очень интересно Такая Сосновая Муросль И прям За ней Морская вода А что это такое? Ну, по дереву Солеет рая сосна Ну, похоже Только длинные иголки Да, кстати Это единственное, по-моему, место Пока Во Флориде Которое я нашел без асфальта Ну, ладно Но при этом Эти самые, как бы сказать Под мусор Баки стоят У меня же даже Бетонном основании Вот Вот Люди Здесь приятно Рыбку Ловить Надо просто направление открывать Это Рыбалочка Не только Морская Во Флориде В Майами Но еще и такая По речкам По озерам Не следят На Вот такие Морусы Двое То, что Что-то и фоткаются Здесь Вот такой Псих Удоровался На каком-то Недорожнике Прямо Сука Я не как-то Понятил Где можно По бездорожью Ухарашить А где нет Здесь Очень Сложная структура В плане Где-то Частная земля Где-то Нечастная Хотя В большинстве Своем Она Частная Но Как ее Толком определить Это канал Который Выходит Соединяет Индиан Ривер Пролив Между Островом Тереком Это все Соленая Вода И Дальше Уже Открыт Океан Вот это Мост С другой С другой Сторон Как раз С этого У нас там Были На ноте Смотрели По идее Они здесь Тоже Есть Ох Смаскалей Смаскалей Ох Смотри Где-то Мы остановились Где журавлик Был Да Уже Вот Три Машины Стоит Вот Это Само Гитая Терек Латина Тоже Вот Все Со Спилин Ну как Здесь Чтобы Рыбачить Надо Купить Лицензию Штат Холи Дана И Рудак Это Стоит 30 Долг За Год За Год Повторяю Всякие Телиточки Торг Зараз Здесь Тоже Можно Постать С Вайдар Отгоняй То есть Пойдем В другое место Вспоминаешь Родину Так Дорогейши Но Странно Что Сзади Полевого Облака Нет Хотя Здесь Тоже Иска По-моему Здесь Везде Весь Грунт Песочный В этом Почему-то Нет Пыли Понятно Дорога Ведет К этому Юпоинту К месту Где можно Вот Кстати Такой водоемочек Красивый Это Вот такая То есть Одна полоса В одну сторону Другая В другую Просто Разделительное Реористая линия И ограничение Здесь 55 миль в час 55 миль в час Это У нас 90 км в час Нормально Да? То есть Точки Тож Заберите Точки Продолжение Я вот Тоже Немножечко Здесь Вообще Предпочитают Трой Дороги В качестве Разделительного Обязательно Идет Некая Некий Остров Там Земляной Типа Бульвар А здесь Такая Узенькая И 90 миль Такая Типа Словно Передух Мы все едем По этой же дороге Здесь 6 миль Проехать Такой Дороги До Места С левой стороны Был пожар Там Выгорело Все Скроп Трэйл 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 И слон Трэйл Что только не обозначают Трэйл Трэйл Видите Там Горелая Трэйл Пальмошка Черт то что с одной стороны так вот все выиграла а здесь нет мне кажется что это как бы искусственно да у нас канавера умейте шоу яма вот видите на него вовлечение 55 дней в час можете сами перевести сколько это в километрах в час вот сейчас 57-58 90 все вот это будет передавать смотрите вперед дороги мираж здесь как температура выше 80 поднимается над дорогой вот такой вот постоянный мираж если вдаль смотреть по асфальтовому покрытию такое ощущение как будто там вода этот эффект производит горячий воздух который поднимается асфальт в пустынях люди вот именно такие видели водоемы по которым никогда никак не могли дойти по которым никогда никак не могли дойти не знаю кто последний вот люди там фоткаются да конечно поехали что делать ну что люди фоткаются мы с ним за транспортное средство 10 баксов хотят все хорошо будем сейчас платить до 8 пьем работает да да за 40 баксов ну блин я не знаю 4 раз за год мы не съездим welcome to play or linda apply linda а че тебе жалко ну сейчас он не лез он вдоль дороги прошел сейчас мы видели просто по вот этой мизине по правой стороне енот гулял что-то там это покушать искал это вот уже кстати мы с канаверал да вот этот национальный парк канаверал на входе он сейчас платит 50 долларов за машину пешочком или на велике сюда можно приехать за доллар вот ныряльщик сидит сушится и вот здесь мы в прошлый раз здесь были вон там какой-то тип вот цапелька какая-то это вот есть вот такие вот зоны где на парковке можно выйти и остановиться вокруг оглядеться в общем подойдет вот непосредственно здесь закрыт В последний раз, когда мы здесь были, здесь всякие черепуфи лезли на дорогу постоянно. Вот там еще какой-то ящик. Вот такой вот национальный парк. С асфальтированной дорогой, в которой он еще едет и едет. Всякие птички. Можешь спасти? А, да-да-да. Дело к вечеру идет, они по идее должны вылезать. Сейчас жара спадает и всякая живность должна вылезать. Мы уже несколько минут едем. Вот я заметил, посмотрите сейчас по обочине национальном парке. Выполнена ливневка. То есть вдоль дороги идет ливневая канализация. Как на зло теперь ни она не попадется. Сюда тоже нельзя. Вот здесь он этот... Ну, ногами нельзя ходить. Оверсайз это или не оверсайз, не знаю. Там написано паркурка для оверсайз. Вот это участок бар. Надо видеть эти цветочки. Вот это одна паркинг-эрия. Она вот полностью забита. Понятно. на 10 долларов заехал. Вон они переодеваются. Вот они дойдут плавать туда. Понятно. паркинг-эрия. ЦУ. Он тоже полностью забит. Поплавали. Нет, здесь ехать. Есть с этой стороны. Да, вон еще есть. Третий тоже полный. Четвертый. Четвертый открытый. А у нас что-то тут тоже... Еще нет. Да, нет тут места. И выезда там нет. А, вот есть. Смотри. Вот оттуда запускают космические кораблики. Мы с Канаверу. Это вот это вот и есть. Здесь паркинг. Дальше вот такой настил. Вот это, кстати, по-английски тоже называется. Трое. А, причем из хорошей доски только вот сверху. Трое. Она с каким-то пластмассовым покрытием. Трое. 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 летит но летит да потом надо посмотреть такое мы видели вот что они все ждут ну просто внизу на вот этом трейле что народу скопилось вполне возможно что это сделало в маске запустил у меня сразу вопрос а к байконур у нас только близко допустят ни одного полицейского вокруг ни одного военного хотя нам как-то непосредственно до стартового стола осталось там пару миль заехали просто корову посмотреть и стукнуться тут еще и что там летело у нас вот сейчас посмотрим может еще обратно что вернемся ха-ха 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 ха 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 сейчас ты будешь возвращаться я снова включил вот совершенно случайно мы тут оказались свидетелями того что что-то взлетело я пока что не знаю чего не буду а здесь вот такие вот гики полноплановно чувака антенна на этом джипе на джипе чироке просто безобразие там вот смотрите все очкарики там какие-то мухой музон слушают такой типа транса такой типа знаете как ха-ха 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 я не знаю все расходятся вроде наверное возврат на ступень мы все-таки ждать не будем но было круто ха-ха просто мы после просмотра коровок решили поплавать аааа и так устали и так идем по побережь и тут бас что-то взлетает там сейчас будет красивый закат сейчас может я его сниму еще даже поднимусь на этот ряд аааа ну короче мне очень понравился ха-ха ха-ха да потом погуглю допишу чего это такое взлетело аааа до новых встреч в эфире на выезд из парка здесь полно полно сейчас машин 8 закрывается еще раз хотел показать что взлетает все вот оттуда а вокруг здесь вот такие вот болотца и все это называется говорят здесь вот все что угодно может водиться и крокодилы и там вот такие черепухи а он на треке который стоит перед нами здесь модный бренд есть называется salt life то есть это соленая жизнь да а у него на стекле написано swamp life то есть это болотная жизнь и эмблема этой команды флорида флорида элигейтерс там вот такой тоже закат тут немножко рак отлетает а сколько здесь люди дисциплинированы если в 8 закрывается они уже без десяти без пятнадцати уже все на выезд делают а да погуглил я что-то такое взлетело атлас 5 опять же я не смотрел внимательно что он там понес и куда но ракета называется атлас 5 вот ладно поедем домой вот кстати тоже такой как сказать пролог такой да вот сегодняшний день это из орландо который находится ёб твою вы посмотрите какая херня у меня тут собралась из меня попить кровью первый слепень которую я встретил во Флориде даже его записал так вот из орландо который отсюда если без платных дорог ехать два часа а если по платной дороге ехать час а так вот после рабочего дня после короткого рабочего дня вы вполне можете так вот сесть в машину 54 минуты езды до этого места где мы посмотрели эти монотинь и еще 15 минут до вот канаверал сишор ночного парка искупаться посмотреть взлет ракеты даже не ожидая этого ну и поехать домой вот это вот как сказать уже не свомп лайф даже флорид лайф уже начал отъезжать смотрю здесь много машин стоит потому что вот у нас тут придорожном вот этом водоеме вон крокодильчик плавает и не один он и там два и не один он и там два подъезжает подъезжает и подъезжает 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 и 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 блестят тоже и 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 ждет когда какой-нибудь жирненький подойдет его снимать а потом один рывок и он с его женушкой на пару дней еда есть и и и и и Тайкеры здесь Недоемо Понимаете, да? Никаких заборов нет Вот дорога Вот проконилка У меня в общем глаз блестит, потому что у меня вспышка сейчас включена Ну то есть фонарик работает Ладно, поеду я тоже Пусть он сегодня будет голодным Пока, крикодил